Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети. Наша история сегодня расскажет о том, какими люди бывают жестокими. Но злость и равнодушие еще никому не принесли ничего хорошего, и рано или поздно все возвращается. Надеюсь, что после моего рассказа вы задумаетесь о своем поведении, и многие поступят в подобные ситуации так же как и я. Дело было в поезде. Вот мы уже зашли в вагон как раз перед самой отправкой, еле успели. В моем купе напротив меня сидела обычная старушка. Она молча сидела и смотрела в окно, думая о чем-то своем. Женщина была одета бедно, но очень аккуратно. Ее несколько сумок спокойно лежали под сидением и никому не мешали. Наш поезд был ночным, и отправка была поздней. Многие уже ложились спать. Тут пришла проводница проверять наши билеты. И вот старушка попросила ее об обычной услуге. Бабушка попросила женщину помочь ей расстелить постель, а то ей очень сложно это сделать. Руки трясутся, да и сил нет вообще. Тут все и началось. В проводницу как будто бы бес вселился, и все обиды в один момент вышли наружу. Она стала орать, просто кричать на весь вагон. Она орала, что она не прислуга, что если женщина не может расстелить постель, а то у нее руки трясутся, то дома надо было сидеть. Старушка попыталась ей возразить, что по правилам проводники должны помогать, если у кого-то есть какие-то проблемы. И она была права. Но разъяренную женщину было уже не остановить. Она продолжала орать и даже грозила высадить старушку. Продолжала доказывать, что никому ничего не должна, и что вообще у нее маленькая зарплата, и поэтому она не собирается никому помогать. Слушая все эти крики, я включил тайный диктофон и записал все угрозы проводницы. Также я стал заступаться за бабушку, как и большинство пассажиров поезда. Мы быстро поставили ее на место, и она решила удалиться. Позже мы все дружно помогли бабушке расстелить ее спальное место. Сам я решил не тянуть и позвонил на горячую линию РЖД. Слава богу, доказательств против наглой проводницы было предостаточно. Как оказалось, позже ее уволили. Вот так женщина поплатилась за свою нелюбовь к своей работе. Не нравится – не занимайтесь этим, но всегда оставайтесь человеком. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.